Hello! Приветики! С вами Таня Старькова И я, значит, сейчас буду стоять такая в бежевом платье по бардеру, которое вы мне подарили, и разбирать Мэтт Галла Луки Звезд на ковровой дорожке, потому что именно этого мы все сейчас хотим Окей! Разберемся, что такое вообще Мэтт Галла, почему в этом году все особенно странно выглядели, что они не имели этим в виду и кто был самый крутой И, конечно, я вам покажу самые смешные мемы. Моя любимая часть Извините, мем Короче, Google нам в помощь! Итак, значит, Мэтт Галла Что это? Есть, значит, в Нью-Йорке такой музей И маленький нюанс его не финансирует государство. Что делать, когда два музея не финансируют государство? Хм... Многие предпочитают загибаться, но если у вас хороший организатор то каждый год вы будете делать открытие новой экспозиции в качестве ковровой дорожки для звезд Мэтт Галла! Раньше туда могли попасть вообще все желающие, сейчас в принципе тоже, если у вас есть 2200 долларов и вы понравитесь Ане Винтур, которая в этом году каждого гостя одобряла сама Бесстрашная женщина, реально! И гости этого балла, соответственно, жертвуют деньги на развитие музея Музей, кстати, обалдительно красивый Так говорят обалдительно Обалденно! И даже если вы там не были никогда вы, возможно, видели его на промо-роликах того самого Мэтт Галла В прошлом году тема этого бала была религия плюс фэшн а в этом году кэмп Не этот кэмп Кэмп как стиль моды и искусства Сейчас я вам расскажу, что это Вау! В общем, раньше вся культура была только для высокой элиты И обычному пролетарию стало тоже интересно ходить в театр, смотреть кино и слушать музыку И вот то, что они как бы смотрели это называлось китч Типа что-то вроде как искусство, но, блин, банальное, попсовое А потом высокая элита искусства научилась играть на этом китче Например, Энди Уорхол, который из консервных банок делал картины В общем, это такой высокохудожественный трешак, когда художник как бы понимает, что он использует очень попсовые инструменты, но закладывает в них какую-то глубокую мысль Ну и это возможность искусству быть веселым То есть, вот это не кэмп Кэмп И, конечно, королева этого всего должна была стать Леди Гага, она и стала Она устроила там театральное представление и это очень подходит под кэмп, потому что там все такое супер искусственно-театральное Четыре образа, подтанцовка, поддержки, миллиард поз Как вообще будут проводить Матгал в следующем году после этого? И очень интересно было смотреть за семьей Леди Кардашьян, потому что, ну не совсем они понимают юмор Кайли и Кендал пришли просто в перьях А вот Ким была такая типа Какая тема еще раз? Э, я буду голая и сексуальная Но, честно говоря, она была богиней Вся такая, типа, вынырнувшая из океана Вдохновлявшаяся Софью Лорен Субтитры создал И это сделано из циликон Но, я не могу Я могу только полноться Я могу только полноться Я не могу полноться Я не могу полноться Я буду полноться Поем за что мы будем делать В случае в данном случае И есть просто нете подоби Вдохновение Я могу полноться Я буду ходить в машину И если рассматривает Канни Уэста как элемент ее костюма, то он как бы тоже Кэмп. Отдельно от нее он просто выглядел как охранник, который хочет домой. Зиндая пришла в образе Золушки. Доказала, что сказка может притвориться в жизнь. Но она не знала, во что одеты сестры Кардашьян. И вот этот вот мем, типа, берегись Зиндая, один из моих любимых. Джаред Лето пришел с головой Гуччи. Ну, в смысле, со своей, но вы поняли. Жанель Мане практически обошлась без мемов. Она просто была богиней. Ее любимые художники Сальвадор и Бегасо. Чутка техники в мигающем глазе и щепотка излишнего в виде излишних шляп. Все, кэмп готов. А вот Селин Дион была просто польжка для мемов. И идеальная визуализация словосочетания бабушка Адванчик. Конечно, вы видели Лук Кэти Перри. Это, если что, люстра Маскина, друзья. Вот. Так мы и узнали, что Маскина делает люстры, а Гуччи – головы. И если вы думали, как она сидела потом, есть такой вопросик, то не переживайте. Она потом переоделась в бургер. А из бургера она могла вылезти в костюме капусты. Обычная пятница. И вот мы подошли к моему любимому образу. Это, конечно, Эзра Миллер. Если вы его не знаете как актера, то вряд ли догадываетесь, что это он играл Криденса в «Фантастических тварях». Потому что, господи, как это может быть один и тот же человек вообще? В жизни он просто супер экстравагантный. И в этот раз он просто сделал акцент на глазах. Сначала он появился в пальто, которое потом стало подолом пиджака. И вот это просто… Кстати, Эзра Миллер и Бог никогда не были замечены в одном и том же месте. Ему примерно весь день рисовали этот мейк, а это как бы мейк. И вот именно так выглядит человек, который смотрит фильмы с субтитрами. И вот сейчас важная информация. Если вы как раз из тех, кто смотрит фильмы с субтитрами. И, может быть, вы даже подписаны на наш канал онлайн школы английского языка Skyeng. Были подписаны. У нас реально заблокировали канал. Мы делаем все возможное, чтобы его разблокировать как можно скорее. Там, в общем-то, какие-то претензии у Ютуба. В общем, пока канала Skyeng нет. Но он вернется. А вы за это время можете начать по-нормальному заниматься с преподавателем. Потому что школа Skyeng, конечно, работает, процветает. Если вдруг вы сейчас первый раз про нее слышите, то это онлайн обучение английскому по видеосвязи с офигенными учебниками, тетрадками, словарями, которые будут у вас прямо в компьютере. И вы можете спросить преподавателя как раз разбирать с вами именно фильмы, если вам кайфово по ним учиться. У Skyeng есть обалденные рассылки по фильмам. По Игре Престолу и по Гарри Поттеру. И не только. Я оставлю ссылку внизу в описании на рассылки. И на запись на бесплатное первое пробное занятие, по которому вы можете начать учиться английский, чтобы самим разбирать все вот эти вот статьи про Мэтт Галла в частности. Промокодом HowYouDoing у вас будет еще два занятия в подарок. Так что выходные закончились. Начинаем учиться. Благо, это так прикольно. А мы возвращаемся на Мэтт Галла. Вот те, кто знает толп в кемпе, это drag queens. Ну, вот эти молодые люди. В смысле, как правильно? Они. Вот, например, божественный образ. Эта милая мадемуазель пришла вместе с Джерми Скоттом, который москина. И вообще в жизни она выглядит вот так. А еще вот так. Привыкайте. Ребята, я только что такую шутку догнала. Оказывается, в английском есть выражение типа платье подходит себе как перчатка, облегает как перчатка. А теперь посмотрите на это платье еще раз. Очень круто смотрелся, например, актер Майкл Ури. Он квир. То есть, никакому гендеру он соответствовать не может, не хочет. И, господи, как же круто он надел на себя эту концепцию. Татухи и щетина на женской половине. Мейк на мужской. Абсолютное отрицание полов. И идеальный лук для всех разведенных на 14 февраля. Простите. А актриса Лена Уайт просто заявила на своем пиджаке, что Кэмп придумали черные drag queens. И если зазумить ее в пиджак, то там такие вертикальные строчечки со словами песен. И при том, что на ковровой дорожке наконец-то были drag королевы, сообщество drag queens вообще их распотрошило просто в клочья, потому что они не пришли как бы в drag образе. Предали, короче, комьюнити. А другая половина пишет про то, что вы что, они же наши звездочки, они наконец-то смогли это сделать. Короче, гражданская война. И, честно говоря, я даже побаиваюсь спрашивать, что вы думаете по этому поводу, потому что, возможно, русский зритель еще не так знаком с этим движением, вы не очень к нему готов. Но мне кажется, что это крутое изменение, если люди, которые наконец-то счастливы вот так, как они себя ощущают, почему они не могут быть частью общества в полной мере? You have to be able to see the absurdity of life from outside of yourself. So the idea of drag is camp, because we're saying, you know, I'm not this body. Then you can laugh at the absurdity. You know, in 10th grade I learned, don't take life too seriously. And that is what camp is about. It's about seeing the absurdity of this crazy life. Have you read the papers lately? Well, let me show you. It's camp! Let me show you some... Мне кажется, тебе солнышко выглянуло. Здравствуй, солнышко, отлично. Подключу-ка я свет тогда. И, конечно, интернет бурлит мемами по поводу того, что все эти костюмы похожи на подсвечники, мочалки, круассаны, сушилки для пасты, на что угодно, но в этом и суть как бы юмора Кэмпа, что ты можешь посмеяться над собой. Конечно же, всех повеселил Карди Би. Угадайте, чем она вдохновлялась. В основном интернет шутит, что это похоже на плаценту. Ну, типа, феминизм же. Получай. Но героем Мэтт Галла в плане появления однозначно стал, как уж там его зовут, Билли Портер. И одна из всех знаменитых детей. Это тот самый Билли Портер, который был на ковровой дорожке в платье. И его очень долго все обсуждали. Он, короче, начал Кэмп еще тогда. На этой дорожке он вдохновлялся и в годах течением Египтом. И мои любимые мемы про него это опоздал на три часа за то. И когда в Яндекс.Такси комфорт стоит дешевле, чем эконом, и ты появляешься типа... А вот луки, к которым у меня все-таки остались вопросы, это Хайли Бибер. Блин, слишком много мерзких ассоциаций, еще слишком живо в голове. Нормальная музыка была. Но самый главный вопрос. Ко всем, кто пришел, блин, в обычных костюмах и платьях, что с вами не так? Ирина Шейк? Серьезно? Шон Мендес? Почему? Черная костюмка. Вам же сказали, треш и лгар. Зачем вы вообще пришли тогда? Ну где? Чувство юмора у этих людей? Или это нормально, что кто-то просто хочет быть красивым и отстаньте от них? Не знаю. Пишите, как вам этот Мэтт Галл? Зашел вам вот этот вот прикол или нет? Или вы смотрели типа, что за отстой? И какой образ был ваш любимый? Кто победит в комментариях? Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Давно вам ничего так не разбирали. Ну а с вами была Таня Старикова. Я вам желаю отличного настроения. Если это сейчас создалось, пусть вам никто его не убьет. Мы будем танцевать? Конечно! Кстати, знаете, кто носил кэмп, когда это еще не было мэйнстримом? Валерий Леонид. Кстати, если что, я сегодня снималась в сапогах. Пока! Пока!